звуковой вектор характерные речевые обороты все суета сует смотри внутрь себя познай самого себя тишина особенности психики про него говорят не от мира сего странный он какой-то чудаковатый молчун с избирательным контактом это первое определение часто наблюдаемой окружающими которые получает звуковой вектор в системно-векторной психологии звуковик абсолютно эгоцентрик он высокомерен в собственных ощущениях он самый умный выше всех поэтому его могут считать заносчивым это наибольший интроверт закрытый в панцире собственного тела всецело сосредоточены на себе и своих состояниях наиболее часто встречающиеся слова в речи звуковика местоимение я звуковой ребенок уже в 5-6 лет начинает задавать вопросы о смысле жизни папа а кто мы зачем мы живем в чем смысл жизни и что такое смерть что будет после того как мы умрем что такое космос а бесконечность почему я в своем теле они например в теле моего брата в период взросления эти вопросы как бы заглушаются вытесняются глубоко в бессознательное давая о себе знать лишь сигналами смутной тоски и депрессии ощущением мировой скорби чтобы во время пубертата и в дальнейшем стать особенно острыми часть звуковиков внутренние вопросы вербализует а часть не задает их но как будто что-то все время тянет их в темы связанные с этими вопросами например физик часто не отдает себе отчета в мотивах своих исследований он не скажет вам я изучаю устройство мироздания он так не думает он думает что решает прикладную задачу которую до него еще никто не решал в поиске первопричины звуковики изучают религии и духовные практики иногда они идут от обратного и пытаясь доказать что бога нет становится атеистами только звуковик так яростно может доказывать что бога нет ведь вопрос существования бога это только звуковой вопрос звуковой вектор уникален тем что это единственный вектор не имеющий материальных желаний секс семья дети деньги карьера почет и слава даже знания ничто из этого не представляет ценности в звуковом векторе звуковой вектор единственный всеми своими желаниями устремленный к познанию своего я основного закона мироздания первопричины бога его задача постижение мира метафизического и все свойства звуковика кроме базовых физических есть пить дышать спать направлены только на это звуковой вектор доминантный то есть сила желания в звуки самая большая гораздо большая чем в других векторах звуковой вектор а сексуален все желания звуковика направлены в нематериальную плоскость это подавляет сексуальное желание даже самое большое либидо обусловленное нижними векторами понижается верхними векторами в особенности звуком звуковик часто говорит еле слышным тихим голосом и зачастую не любит звучание своего голоса каждый раз перед тем как ответить на вопрос он берет тайм-аут а что вы ко мне переспрашивает словно не расслышал вопроса это дает ему время вынырнуть из себя наружу и уже тогда полноценно ответить говоря он делает паузы задумывается зависает живому общению звуковик нередко предпочитает невербальное общение в интернете ему проще написать то что он хочет сообщить другому человеку даже находящемуся с ним в одном помещении чем сказать голос к тому же в интернетные беседы не замешаны запахи и все прочее отвлекающие от смысла сказанного когда говорит он нередко прикрывает глаза отключаясь от мира образов мира снаружи сосредотачиваясь на звуках словах интонациях звуковик предпочитает общаться с такими же как он сам звуковики понимают друг друга без слов они так и говорят нам приятно помолчать вместе ночь звуковое время суток в первобытной стая звуковик выполнял функцию ночного охранника стаи бодрствовал когда все остальные спали он вслушивался в тишину не хрустнула ли где-нибудь веточка под лапой леопарда по сей день вечером и ночью звуковики чувствуют себя гораздо бодрее чем днем по этой же причине они предпочитают поздно ложиться спать и с трудом подчиняются обычному режиму им сложно рано вставать они долго не могут проснуться в современном обществе звуковики по-прежнему караул